Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой отвечаем на ваши вопросы, и у нас интересный вопрос. Света? Эзотерический вопрос. У меня вопрос эзотерического плана, но сначала немного о себе, чтобы создать контекст. Мне 29 лет, веб-разработчик, женат, есть дочь 2 года. Как только моя супруга пошла в декретный отпуск, мы переехали из Минска, Молодечно, 80 километров. Там живут родители и супруги. Я работаю удаленно в небольшом минском стартапе. Работаю в квартире родителей жены. Днем там никого нет, никто не мешает. За эти 2,5 года я так и не смог найти друзей по интересам. Общаюсь только с дочкой, женой и ее родителями. А теперь эзотерическая, на мой взгляд, часть. Жена в последнее время стала жаловаться, что когда я прихожу домой на обед, у нее упадок сил и настроения. Скажите, Михаил, с точки зрения энергетики человека, может ли так быть? Из-за нехватки общения с людьми я невольно стал энергетическим вампиром и поглощаю энергию супруги. Она интроверт, и у нее не так много подруг. Так что общение с другими людьми у нее не намного больше, чем у меня. Спасибо большое за ваш канал. Это настоящий кладезь информации и мудрости. С уважением, Алексей. Ну, что ж тут скажешь. Значит, дело в том, что они оба находятся в тяжелом положении. То есть, они лишены общения. И даже интроверт, может быть, ему много не надо, но все равно сколько-то надо. Кроме того, есть общение в семье, которое тоже нужно. Получается такая вещь, что он идет куда-то, в квартиру родителей. Он там сидит, он там работает. Когда он приходит домой с работы, потом уже, в конце, он отключается от работы, у него мозги уже заняты дома, он пришел домой. И никто не жалуется, что от него какой-то вампири не происходит. А когда он приходит во время перерыва обеденного домой покушать, он мозгами еще на работе. Понимаешь? И он вот эту вот энергетику производственного коллектива, так сказать, удаленного, приносит домой. И ей плохо от этого. Она не хочет с ним быть на работе. Она хочет с ним быть дома. Она же дома. И я хочу сказать, вот, например, Светлана у меня, да, вот не даст соврать, она не любит сидеть у нас в офисе. Потому что... Это почему ты не любишь сидеть у нас в офисе? Я себя там плохо чувствую. Понимаешь, как? У нее то же самое. Ты понимаешь, девочка, когда он приходит домой, оказывается, у него в офисе, и она там себя плохо чувствует. Вот, собственно, и все. А почему ты себя плохо чувствуешь? Там какой-то бардак, все куда-то бегут, что такое происходит, какой-то стресс, как она сидит спокойненько. Понимаешь, у нее все хорошо, у нее ребеночек, у нее там тихо все. И вдруг он пришел. Нет, я бы вот что добавила, что на самом деле, дело в том, что энергетика такая штука, что она же неосезаемая, да, и на самом деле ей не нужны рамки квартиры или рамки другой квартиры или рамки другого континента. Энергия же, она переносится в мгновение. И я, например, чувствую просто других людей. Я чувствую свою маму на расстоянии, я чувствую друзей каких-то на расстоянии, я чувствую супруга на расстоянии. Я чувствую эти вещи, да, и я уже знаю, что что-то могло произойти или что-то такое, понимаешь? Скажи, Светик, а ты чувствуешь людей, которых с нами уже нет? Да. Да. Понимаешь, так чего говорить про тех, кто есть? Ну, понимаешь, вопрос стоял так, что из-за недостатка общения идет ли вампирение друг друга? Вот, как ставил вопрос, да? Я думаю, что, конечно, когда люди находятся в общении, да, и опять же, это не обязательно физическое общение. Это может быть общение виртуальное, потому что для обмена энергии, неважно, где находится человек. Если человек, например, сидит в чатах и на форумах, и наполнился досы, то он тоже обменялся энергией с другими людьми. Для этого совершенно не обязательно находиться в одном пространстве. Вот, поэтому сказать, что может быть где-то есть неудовлетворенность. Я думаю, тут вот что, что, наверное, молодому человеку он испытывает недостаток реального общения. И вот эта неудовлетворенность отражается, безусловно, на его энергетике. Я думаю, что тут вот так вот. Слушайте, я начал с того, что они оба подкошенные. Да. Это я сразу сказал. Но может у человека не быть потребностей, ему может достаточно быть виртуального мира, чтобы общаться. А ему явно хочется. У нас есть диагностика. Диагностика состоит в том, что у нее с ним проблема в тот момент, когда он на обед приходит. Когда он приходит просто домой, нет проблем. Он не говорит, что есть проблема. Он просто не написал, наверное. Да нет, он говорит именно в обед. Он написал, где проблема. Ну, он, наверное, приносит с собой какой-то негатив в производстве. Производство, конечно. Значит, поэтому я думаю, что решением в данном случае, помимо общего фона, на котором это происходит, нездорового, но решением в данном случае было бы, когда он идет домой, значит, быть дома, он должен полностью отключиться от производственных дел. Мы все знаем, как это сложно. Я, например, не могу отключиться ни во время работы, ни после. И у меня все время какое-то там в голове идет решение, там, задача. Я помню, когда я был инженером, как он, да? У меня ночью решения приходили. Это тоже такое самое решение. Правда? Бывает? Да. Потому что мозг продолжает работать над задачей. Поэтому вот вырубить и сказать, я пришел покушать, мы должны с женой поболтать, посмеяться, анекдот рассказать, когда там на интернете вычитал, там еще что-то, с ребенком поиграть. Понимаете, он должен быть с женой, а не на работе. Я еще такую вещь скажу, знаешь. Или пусть пойдет в столовую покушать. Нет, мы сейчас меряем это нашими все-таки рамками. Я вспоминаю свое детство, да, когда родители приходили с работы, и темы, которые обсуждались в первую очередь, это были темы не самого производства, а кто чего, какую гадость, кому сказал, и как кого там унизили, и так далее, и так далее. И это было темой на вечер. Но я была ребенком, оно на меня сильно не влияло. Ты знаешь, насколько папа у меня ничего такого не рассказывал? Вот настолько мама всегда была вот в этих разгадах. Ты же помнишь ее. Так вот я хочу сказать, что я не знаю, например, работая виртуально, участвует ли человек в разборках межличностного характера, который не относится к производственным задачам. Я не знаю. Не имеет значения. Но дело все в том, что вот именно эти разборки, которые касаются персоналити человека, именно они-то оказывают на энергетику сильное влияние. Производственные задачи сами по себе. На энергетику все оказывают. Но пойми, что здесь происходит. Он приходит пустой. Он вытягивает ее, понимаешь? Он ее вампирит. Она говорит, что он ее вампирит. Она не говорит, что он приносит негатив, что у нее портится настроение. Она ослабевает. У нее, понимаешь, у нее опускаются руки. Она теряет энергию. Он ее вампирит. Просто потому, что он ничего не принес. Он у нее берет, а сам ничего не дает. Надо работать над собой, надо заниматься тренингом. Да не надо, я тебя уморяю. Так, что? Не надо им тренингом заниматься, пусть он и скажет себе, я иду домой и я и у меня дома есть жена, и у меня дома есть ребёнок, может быть в данный момент он в садике или в школе, и я занимаюсь с женой, я пришёл кушать домой, поэтому я занимаюсь с женой. Если я хочу заниматься женой, хочу думать о работе, то я должен в столовую пойти, или я должен читать , я должен ланч с собой взять к родителям и там кушать. пришел с утра в холодильник поставил в обед разогрел если я буду приходить домой в обед тебе тоже мало не покажется я буду ошалелый очумелый у меня будет там вечером достаточно да поэтому я не думаю что мы сильно в эзотерическую какую-то плоскость ушли с этим вопросом вот такой в общем-то бытовой но в общем да в том в той мере в какой молодой человек воспринимает это эзотерически дать мы будем так рассуждать но конечно при при всей интровертированности супруги мы видим что они оба не здоровы общаться то что он за пару лет не нашел с кем общаться в большом городе достаточно большом городе тоже о многом говорит поэтому они там они должны искать людей вокруг себя на тех же форумах или там ходить на какие-то я не знаю там но ведь же тусовки какие-то в городе здесь бы я ему сказал там ходи на метапы до или там и найди какую-то группу там на фейсбуке или там в одноклассниках и там ребята по интересам местные и так далее но но есть но как только ты скажешь себе я хочу я пойду и я я открыт сразу найдется в конце концов у песочницы мамки тоже собираются правда же когда когда жена идет с ребенком в песочницу там же другие мамы и папы я не знаю но в общем я не вижу никакой проблемы найти круг общения если ты говоришь себе я ищу круг общения надо сказать себе если есть потребность надо искать его не помнишь мы в америку приехали и мы сознательно строили круг общения ничего из этого не вышло по моему но мы не то чтобы мы нашли кого-то это вот с нами надолго был не важно не меня интересы одни друзья приходят но вы были в процессе мы сознательно себе говорили мы идем вот куда-то мы хотим знакомиться так душевно близких людей это работа большая потому что у всех свои закидоны а с возрастом становится еще больше начиная с себя первого так светик давай мы распрощаемся с молодыми людьми я я не сомневаюсь в том что они будут успешны и все они столатятся потому что вопрос задан это уже половина половина решения то что чекать я имею проблему которая требует решение это уже половина решения знаешь если бы этого не видел не хотел слышать и жена мы поговорила для меня вам берешь а вот как раз дурная баба там сидит дома там ничего ничего не делает все счастливы жене привет деточки привет родители вообще квартире сидите тоже привет счастливы